Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом коротком видео я хочу поделиться с вами техникой, которая называется походка силы. Для начала я объясню, для чего она. Эта техника применяется для того, чтобы, когда вам нужно получить резко, быстро ресурсное состояние, чтобы вы могли его получить. Ну, например, вы идете куда-то неуверенный и уставший, и вам нужно быть в ресурсном состоянии. Именно эта техника помогает краткосрочно, я обращаю ваше внимание, краткосрочно получить ресурсное эффективное состояние. Давайте перейдем к самой технике. На самом деле она очень простая, правда, в обычной практике она требует, чтобы рядом с вами был кто-нибудь другой, то есть другой человек. Но, в принципе, вы можете проделать ее и сами. Смысл техники? Смотрите, коллеги, во время ходьбы, во время обычной ходьбы, то есть, когда мы просто куда-либо идем, так или так, как правило, у нас напрягаются какие-то мышцы в области плеч, спины, у кого-то даже мышцы лица напрягаются во время ходьбы. И что нужно сделать? Первый шаг. Первый шаг – это найти те мышцы, которые напрягаются в процессе обычной ходьбы. Ну, допустим, сейчас я, когда иду, я знаю свой паттерн, то есть, я знаю, как это работает у меня, и я знаю, что обычно во время ходьбы у меня морщится лоб, особенно если я куда-то спешу, и напрягаются очень сильно плечи, напрягаются очень-очень сильно плечи. И вот, зная эту свою особенность, первым шагом, то есть, смотрите, вам нужен второй человек для того, чтобы вы просто могли пройтись, пройтись, как вы ходите обычно, как вам привычно. И чтобы этот человек помог вам увидеть со стороны, какие мышцы у вас сильнее всего напрягаются. Точно так же можете снять себя на видеокамеру издалека и посмотреть, какие мышцы у вас напряжены во время ходьбы. Когда вы увидели, какие мышцы у вас напряжены во время ходьбы, вам нужно сделать простую, очень простую операцию. Обратить внимание на эти мышцы, поиграть с ними, постараться их напрягать еще сильнее, напрягать еще сильнее. И ваша задача сейчас, вот эту группу мышц, которая у вас напрягается очень сильно во время ходьбы, у каждого человека она будет индивидуальная, я вас уверяю. Особенно говорю скептикам, что сейчас все могут начать писать комментарии, что у всех одинаковые группы мышц напрягаются. Абсолютно неправда, напрягаются у каждого свои группы определенные мышцы. И наша задача, вот я знаю свой паттерн, у меня напрягается спина, плечевой пояс, и я начинаю хмуриться. Моя задача сейчас пройти в таком положении, ну, некоторое время, буквально минуту-две походить очень сильно, специально, осознанно напрячь эти мышцы. Вот я прямо сейчас перед вами специально их напрягаю. Ну, я стараюсь быть в кадре, а на самом деле в кадре быть не обязательно, нужно просто, можно просто ходить по прямой, но просто осознанно, специально напрячь эти группы мышц. Что делаем дальше? Когда мы уже напрягли эти группы мышц, уже походили осознанно напряженные, наша задача полностью-полностью постараться как можно сильнее расслабить. Вот прям сбросить все с себя, максимально сбрасываем все с себя и стараемся расслабить полностью шею, плечи, ну, в общем, те мышцы, которые у вас напрягались. И, в принципе, постараться расслабить все тело и пройтись уже такой походкой лайтовой-лайтовой. Супер лайтовой, такой легкой, облегченной, ничего не, вас ничего не напрягает, вы просто ходите, как вам хочется. И вот эта жесткая перемена, то есть сначала полное напряжение, потом полное расслабление, будет придавать вам ресурс. Вы увидите, что, то есть первый шаг, сначала полностью напрячь свои мышцы и пройти так полторы-две минуты. Полторы-две минуты, это не так мало, в этом видео я столько не делал. И потом полторы-две минуты на полном расслабоне. И тогда у вас получится некая такая серединная походка, которая будет давать вам ресурс. И ведь ни для кого не секрет, что после жесткого напряжения, когда вы мышцы расслабляете, вы получаете некое такое ресурсное состояние ваших мышц. В общем, техника достаточно простая. Первый шаг. Мы находим те мышцы, которые напрягаются. Вторым шагом мы осознанно их напрягаем чем можно сильнее. И третьим шагом мы расслабляем их как можно сильнее. И за счет этого напряжения и расслабления у вас получится такое переключение в ресурсную походку. Поэтому, дамы и господа, очень рекомендую вам проделать эту технику. Я ее делаю регулярно, делаю регулярно. В каких случаях? Ну, допустим, я иду на какие-то важные для меня переговоры. И я понимаю, что я вот совсем не в ресурсе. Я прямо не снимаю рюкзак. Прямо вот там, где я иду пешком, на улице. Просто беру, сильно напрягаюсь. И полторы-две минуты, если у меня есть такой запас хода, запас ходьбы, я иду напряженно. Потом две минуты я иду расслабленно. И к тому моменту, когда я уже пришел вместо своих переговоров, я уже становлюсь полностью расслабленным, полностью ресурсным. Поэтому, дамы и господа, очень рекомендую вам проделать все это. И напишите в комментариях, что у вас получилось, остались ли какие-то вопросы. Техника реально бомбическая. Ставьте лайк. Каждый НЛП обязан знать эту технику ресурсной походки. И я больше чем уверен, эта техника будет приносить вам пользу. На этом у меня сегодня все. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.